Темой сегодняшней лекции является SD-EO. SD-EO это интерфейс для общения с SD-карточками. SD-карточки на данный момент очень популярны, и поэтому изучение данного интерфейса актуально. Давайте рассмотрим для начала назначение выводов SD-карточек. SD-карточку можно подключить к микроконтроллеру, и вообще SD-карточка может общаться с каким бы то ни было устройством, например, с компьютером, по одному из двух интерфейсов. Это либо по интерфейсу SD-EO, то есть родному интерфейсу данной карточки, либо по интерфейсу SPY. Понятное дело, что интерфейс SD-EO значительно быстрее, чем интерфейс SPY, и поддерживает большее количество различных функций. Таким образом позволяет достигать больше скоростей, чем в режиме SPY. В разных режимах выводы SD-карточки также имеют разные значения. Рассмотрим это поподробнее. Скажем, в режиме SPY первая ножка имеет значение чип-селект, в то время как в SD-EO это вывод определения карты, и также эта же ножка может работать как третий вывод для передачи данных. Вторая ножка в режиме SPY это вход данных, в режиме SD-EO по этой ножке передаются команды. Далее идут земля, питание, тактовый сигнал, еще одна земля. Следующей ножкой является седьмая. Здесь это выход данных, а здесь седьмой по девятую, это еще три линии данных. В режиме SPY восьмая и девятая вообще не используются. Как мы можем видеть, очевидное преимущество режима SD-EO заключается в том, что данные передаются аж по четырем линиям, могут передаваться. Дело в том, что в режиме SD-EO данные могут передаваться как только по одной линии, так и по четырем линиям одновременно, так сказать, полубайтами. Так как темой сегодняшней лекции является вывод SD-EO, то режим SPY здесь рассматриваться не будет. Кроме того, еще имеет смысл отметить вывод МВП, который позволяет запретить запись на карточку. Рассмотрим различные типы карт памяти. Всего на данный момент существует три типа карт памяти. Это SD-SC, SD-HC и SD-XC. SD-SC это карта стандартной емкости. В данных картах память адресуется по одному байту, то есть можно и записать, и считать по одному байту памяти. В итоге ограничением по объему является 2 в 32 степени, так как именно такое число можно максимально адресовать в данной памяти. Но из-за особенностей построения ограничение по объему еще в два раза ниже, то есть 2, а не 4 гигабайта. Следующим типом памяти по объему является SD-HC. Это карта памяти повышенной емкости. В данных картах памяти уже память разбита по 512 байт. И ограничение по объему в данном случае 32 гигабайта. Опять же из-за особенностей построения данных карт. Следующим типом является SD-XC. Здесь точно так же память разбита по 512 байт, но построение здесь более удачное. И данные карты уже теоретически могут достигать по объему 2 терабайт, то есть 512 умножить на 2 в 32 степени. Рассмотрим внутреннее содержимое SD-K. На самом верху у нас набор выводов. Интерфейс, который на эти выводы все выбрасывает. Дальше в карточке памяти есть набор регистров, содержащих ту или иную информацию. Справа мы можем видеть таблицу, которая рассказывает о том, какая информация содержится в каком регистре. Из интересной это CIT, который содержит идентификационный номер карточки. Ну и какие бы то ни было другие параметры, это он аж 128 бит ширины. Что за параметры будет рассказано позже. Остальные также включают в себя какие-то либо специфические, либо статусные состояния данной карточки. Кроме того, есть естественно область памяти, в которую записываются данные. Все вот эти значения регистров могут быть получены соответствующими запросами на карточку памяти, что будет рассмотрено ниже. При передаче данных на карточку есть несколько понятий. Первое это команда. Это набор данных, которые отправляются на SD-карточку с компьютера, на которую SD-карточка либо как-то отвечает, либо может вообще не отвечать. В зависимости от команды. Команды, которые передаются на карточку при описании технической документации, отмечаются вот буковками CMD. Например, CMD10. В этом случае означает, что нужно послать циферку 10. А CMD10 означает, что это команда 10. Помимо базовых команд, есть также команды специфические, которые обозначаются как ACMD. Например, ACMD41. Это значит, что будет послана цифра 41. CMD и ACMD это разные команды, и их значения перекрываются. Для того, чтобы SD-карточка поняла, что посылается команда именно ACMD, а не CMD, нужно перед командой ACMD послать команду CMD55. В этом случае SD-карточка приготовится принимать именно команду ACMD, что здесь написано. После посылки команды, карточка, скорее всего, должна будет отправить на компьютер ответ, как показано здесь. Ответов может быть несколько типов. Но сначала рассмотрим формат команды. Команда начинается с нулевого бита, с равного нулю. Далее идет бит направления передачи. Если передача идет от компьютера к карточке, то этот бит единица. Если передача идет от карточки к компьютеру, то этот бит 0. В данном случае, так как это команда, этот бит равен единице. Дальше идет содержимое, которое включает в себя 6-битный адрес и 32 бита каких-либо параметров. Все это завершается CRC, то есть проверочным кодом 7-битным. И последним битом всегда является единица. Рассмотрим варианты ответов на различные команды. Одним из первых, самых популярных ответов является ответ R1, который состоит из, опять же, стартового бита, равного нулю, из бита передачи, также равного нулю, так как передается данные от карточки к компьютеру. Далее идет индекс команды, это номер команды, на который был послан данный ответ. После чего отправляется статус карточки, 32 бита, статус карточки. Собственно, это главное поле в данном ответе. Потом идет 7-битный CRC и единица в качестве завершающего. Следующим ответом является ответ R2. Этот ответ может содержать в основном поле либо значение CIT-регистра, либо значение CSD-регистра. Значение CIT-регистра будет содержаться в данном отклике, если была послана команда 2, либо 10. И значение CSD будет содержаться, если была послана команда 9. CIT-регистра содержит в себе информацию о карте. Это серийный номер, как уже было сказано, производитель, дата изготовления и так далее. CSD содержит техническую информацию о карте, то есть это объем памяти, размер блоков чтения и запися, максимальные скоростные характеристики и так далее. То есть можно получить как специфическую информацию конкретно о данной карте, так и уже значение ее по объему памяти и так далее. Следующим является ответ R3, который является ответом на команду ACMD41. Данный ответ содержит в себе регистр OCR. В регистре OCR отмечены уровни застопных напряжений, тип карты памяти, флаг и флаг занятости. Следующим ответом является R6. R6 содержит в себе значение регистра RSA. Особенностью данного регистра является то, что он содержит в себе локальный адрес карточки. Так как к одной шине можно подключить одновременно несколько карточек, то именно по адресу, записанному в регистр RSA, необходимо обращаться к данной конкретной карточке. Следующим ответом является ответ R7. Данный ответ содержит в себе подтверждение правильного напряжения питания для карты памяти. Следующее. Как происходит чтение данных? При чтении данных посылается по линии CMD команда. Далее получается ответ. И по линии DAT, как уже было сказано, это либо только линия DAT0, либо линия с DAT0 по DAT3. Отправляется блок данных, заканчивающийся CRC. Если нужно считать несколько, то дальше пойдет следующий блок данных и опять CRC и так далее. Для того, чтобы остановить этот поток, требуется послать некую команду STOP и получить на нее ответ. После чего отправка данных будет установлена. Запись происходит аналогичным образом. Посылается по линии CMD команда, получается ответ. И после этого можно отправлять первый блок данных, завершая его CRC. Когда блок данных передан, надо проверять флаг занятости, потому что карточка еще какое-то время записывает в себя полученные данные. Когда флаг занятости упал, можно послать следующие данные и так далее. Когда данные все переданы, необходимо послать команду STOP и получить ответ от карточки о том, что запись действительно завершена. Давайте теперь рассмотрим инициализацию SD-карточки. Что происходит? Прежде всего нужно послать команду CMD 0, которая сбросит всю карточку в начальное состояние. Далее посылается команда CMD 8. Если ответа на эту команду нету, то значит версия этой карточки ниже 2.0, либо это вообще не SD-карта и так далее. Для того, чтобы узнать, что же это все-таки за карта, отправляется команда ACMD 41. Очевидно, что перед отправкой команды ACMD 41 необходимо отправить команду 55. Если ответа нет, то значит это вообще не SD-карта. Если во время отправки команды ACMD 41, так как... Во время отправки команды ACMD 41, так как обработка данной команды происходит долго, необходимо постоянно проверять флаг занятости. Если этот флаг так и не падает, то это какая-то неизвестная карточка. Если же флаг занятости упал, мы получили ответ, то это SD-карточка версии 1 стандартного объема. Если же все-таки на команду ACMD 8 карта вернула ответ, а это команда, которая подтверждает диапазон рабочих напряжений, то это действительно карточка версии 2.0 или более поздняя. При этом, если ответ неверный, то есть если карточка вернула диапазон напряжения недопустимым, то значит эта карточка нам не подходит. Если же диапазон напряжения карточка приняла, то отправляется все та же команда ACMD 41 и предшествующая ей команда ACMD 55. Точно так же проверяется картовая готовность до сих пор, пока карта не вернет ответ. Когда карта вернула ответ, проверяется бит CSS. Если CSS равен 1, то это карточка либо High Capacity, либо Extended Capacity. То есть эта карточка имеет максимальный объем, если это High Capacity, до 32 гигабайт, либо Extended Capacity, то до нескольких терабайт она в этом случае может иметь объем. Если CSS равен 0, то это карточка стандарт Capacity, то есть это просто SD карточка, не SDHC и не SDXC. После получения ответа шлется команда CMD 2 без аргумента и смотрится на ответ R2. Он должен нести информацию о содержимом ЦИТ регистра, из которого можно вычитать адип производителя, серийный номер и так далее. И, наконец, последней командой отправляется CMD 3. С помощью команды CMD 3 можно получить новый RCA-адрес, по которому уже в дальнейшем обращаться к данной карточке. На этом инициализация карточки завершается. Также завершается наша лекция. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин